Привет! Это Бабл на канале Технозон и сегодня у нас с вами обзор Xiaomi Mi Box S международной официальной версии. Мы сегодня не просто ее распакуем, мы сегодня не просто попробуем мультимедийные возможности, мы снимем этот обзор в разрезе сравнения Xiaomi Mi Box 3. Ведь эти приставки настолько сильно похожи. И что же изменилось в Xiaomi Mi Box S и стоит ли переходить в Xiaomi Mi Box 3, мы узнаем именно в этом обзоре. Если говорить отдельно о Xiaomi Mi Box S как об отдельном устройстве и не сравнивая ни с каким другим, то это достаточно крутой девайс на Android TV 8.1, попрошу заметить. С очень крутым модулем Wi-Fi, с поддержкой DTS, DTS HD, DTS True HD, а также Dolby Atmos. В ней есть HDR, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ EMMC хранилища, которое может быть расширено с помощью USB флешек. У которого есть поддержка 4К, процессор S905X 1.5 ГГц, не 2 ГГц, а 1.5 ГГц, сертификация Netflix, голосовой пульт, Bluetooth голосовой пульт, а это значит, что вы эту приставочку можете спрятать за телевизором. Ну и само собой платформа Android TV, которая оптимизирована конкретно для смарт-ТВ боксов и для телевизоров. А вот если брать в сравнении Xiaomi Mi Box 3, то, к сожалению, различия достаточно минимальны. Практически одинаковый процессор, одинаковая память, одинаковая компоновка, даже одинаковые интерфейсы в Xiaomi Mi Box S оставили даже USB 2, хотя в 2018 году могли бы сделать USB 3. И некоторые из тех, кто знает более подробные технические характеристики, начнут сейчас поднимать хайп, эй, бабл, там же процессор S905L, как выдает AIDA64. Нет, ребят, на самом деле история с процессором, вернее с определением модели процессора для Xiaomi Mi Box S это достаточно интересная история. Как убеждает меня человек, приближенный к вендору, ситуация с ним получилась достаточно курьезная. Эта приставка построена на базе Xiaomi Mi Box 4 для китайского рынка, на который действительно ставился AIMLogic S905L без поддержки кодека VP9. И самое интересное, что ядро и практически все системные файлы, кроме тех, которые относятся к Android TV, являются абсолютно идентичными. А вот модель процессора, как мы все с вами знаем, прописана в определенных конфигурационных файлах, в частности в BuildPro. И кое-кто просто забыл подправить имя процессора в этом самом файле. И самое интересное, что AIDA64 читает имя процессора именно из этого файла. Доказательство того, что здесь AIMLogic S905X я приведу далее в видео, поэтому советую вам досмотреть это видео до конца. Тема процессора закрыта, но тема, чем Xiaomi Mi Box S отличается от Xiaomi Mi Box 3, остается открытой. И стоит ли покупать Xiaomi Mi Box S чуть-чуть дороже, чем Xiaomi Mi Box 3, либо есть смысл покупать Xiaomi Mi Box 3, я вам отвечу так. Первое. В Xiaomi Mi Box S есть прошивка 8.1.0. А в Xiaomi Mi Box 3 стоит прошивка 8.0, и это значит, что поддержки Xiaomi Mi Box 3 уже не будет, и они уже дальше не будут получать новую прошивку. Это одна из причин того, что на сейчас, те, кто думают покупать Xiaomi Mi Box, стоит смотреть в сторону Xiaomi Mi Box S. Вторая причина, это более крутой модуль Wi-Fi. Я далее в видео покажу тесты на одном и том же роутере, на одной и той же линии, на один и тот же сервер. Эта приставка имеет более хороший модуль Wi-Fi, и это факт. Ну а последняя и основная причина, это то, что Xiaomi Mi Box S лишен абсолютно всех недостатков, которые есть в Xiaomi Mi Box 3, вернее в Android TV 8 на Xiaomi Mi Box 3. А это такие проблемы, как распознавание голоса, как работа Wi-Fi, как засыпание приставки, да и куча всего другого. Об этих всех проблемах вы можете почитать в комментариях под видео об Android TV 8 на Xiaomi Mi Box 3, а там их огромное количество. Честно вам скажу, меня сильно расстроило то, что они так и не реализовали автофреймрейт, хотя в меню такая опция есть. В HDMI self-adaptation они сделали даже тотальный режим автофреймрейт, переключение абсолютно на все частоты телевизора. Но, как я не старался его запустить, кучей тестовых файлов, к сожалению, у меня это не получилось. Ну а в остальном, Xiaomi Mi Box S, это фактически Xiaomi Mi Box 3, лишенный абсолютно всех недостатков. И, честно говоря, я себе его обязательно оставлю, потому что это идеальная приставка для просмотра телевидения, IPTV, онлайн кинотеатров. Мало того, на ней еще и можно поиграть. Ну и, кстати, ссылочку на эту приставку я положил в описании под видео. А также в описании под видео есть условия конкурса. Какого конкурса, спросите вы? До такого, что на момент съемки этого видео на нашем канале разыгрывается вот такой вот NVIDIA SHIELD TV. А все условия есть по ссылкам в описании под видео. А также в описании под видео есть ссылки на наши группы ВКонтакте, Фейсбук и Вайбер. Где очень много всего интересного, особенно в Вайбер. Каждый вечер начинается целый холивар обсуждения, тесты, помощь друг другу, выбор устройств. Все очень интересно. Советую заходить в наши паблики и получать море удовольствия от общения. Ну а, кстати, для того, чтобы не пропустить наши дальнейшие обзоры, о таких обзорах будет еще больше, еще интереснее, потому что грядет куча устройств на S905X2. И все мы ждем этот процессор. Советую нажать подписаться и колокольчик, чтобы все это не пропустить. Ну а теперь я говорю свое фирменное. Поехали! Mi Box S. Наконец-то распаковочка этого долгожданного девайса. На коробочке у нас написано Mi Box S. Внизу написано, что есть Netflix, YouTube, Red Bull, Spotify, Google, Google Play. Все, в общем-то, стандартно. Powered by Android. Самое интересное, что написали бесплатный HDMI кабель. Ну, как-то так. Также здесь написано, что встроены Chromecast, 4K и наличие Google Ассистента. В комплекте у нее идет сам Mi Box S, Bluetooth Voice Remote, HDMI кабель и Power Adapter. Сзади у нас есть такая информация интересная о том, что здесь DTS есть. Также есть Chromecast, Google Ассистент, 4-ядерный CPU и 3-2 6-ядерный GPU. Ну, не знаю. Версия модель M19E, MDZ-22AB. Поехали распаковывать. Вот она, вот она, вот такая вот приставочка. Она очень маленькая, она имеет другую форму, не такую форму, как Mi Box. Вот мы их положим две рядышком. Она явно тяжелая, примерно такая же, как Mi Box. Различаются они и сзади. Мы можем посмотреть, что у них есть по маркировке. Вход 5 вольт, 2,1 ампера. В принципе, ничем другим они не отличаются. Только пока что формой. А вот насколько они отличаются внутренне, мы посмотрим дальше. Сзади у нее есть аудио. Здесь нет поддержки аудио-видео. Здесь просто аудио-выход. Это стоит взять на заметку. Здесь не получится подключить тюльпанами. HDMI, USB почему-то 2.0 для 2018 года. И вход питания. Больше ничего на этой приставке нет. Хотя она визуально меньше, чем Xiaomi Mi Box 3. Мы можем посмотреть на границы. Xiaomi Mi Box 3 буквально на какие-то миллиметры чуть-чуть больше. Что ж, посмотрим, что у нас в коробочке еще есть. Есть куча инструкций. Куча инструкций, но нам они не интересны. Есть крутой кабель Xiaomi. Мне очень нравятся их HDMI кабеля. Есть пульт. По пульту сейчас чуть позже. И есть стандартный EU-PLAG. 5 вольт, 2,1 ампера от Xiaomi. Насчет пульта. Пульт немножечко... Мы его сейчас откроем. Пульт реально преобразился. Он стал немножечко тоньше. Он стал немножечко легче. И он стал на пару миллиметров длиннее. И есть у нас разница в кнопках. Во-первых, кнопка назад перекочевала на середину. Кнопка домой перекочевала на край. И она стала менее выпуклая. Появилась кнопка субменю. Кнопка голосового вызова переместилась наверх. Появилась кнопка Netflix и управление каналами Live. Регулировка громкости осталась на том же месте. Само кольцо управления стало более выпуклое. Предлагаю взять нашу Xiaomi Mi Box S, обозреть ее и сравнить, что же в ней принципиально нового в отличие от Xiaomi Mi Box 3. Вот наш Xiaomi Mi Box S включен. Он из коробочки, еще даже не настроен. Пульт установился автоматически. Оболочка полностью совпадает с оболочкой Xiaomi Mi Box 3. Она вообще из коробки одинаковая. Я, конечно, рассчитывал на то, что здесь уже будет активирован русский ассистент. Но, к сожалению, русский ассистент доступен только в английской версии. То есть, если мы зажмем с вами кнопочку и скажем «Окей, Google», то мы получим следующее. «Окей, Google». Как бы как-то так. То есть, русского ассистента пока у нас нет. Кнопка «Сабменю» или «Меню» вызывает меню приложений. Раньше за это отвечала кнопка «Home», которую просто зажимали и появлялся тот же перечень приложений. В принципе, какая-то неоднозначная кнопка. При нажатии на кнопку «Нетфликс» у нас вываливается сразу «Нетфликс». При нажатии кнопки «Лайв» ничего не происходит, так как у нас не настроены лайв-каналы. Но это все в будущем. Следующее наше видео мы обязательно посвятим настройке лайв-каналов. Давайте зайдем на настройки посмотрим. Wi-Fi. Wi-Fi подключился у нас... Wi-Fi у нас сейчас подключен 5 ГГц. Есть и 2,4 ГГц. Мы обязательно проверим через спид-тест скорость 2,4. И вообще, как он работает, в отличие от Xiaomi Mi Box 3, в котором Wi-Fi 2,4 работает плохо. Есть Google Cast. Это нативный Google Cast, что очень удобно. Есть экран. Вот с разрешением экрана у нас достаточно все интересно. Он поддержит практически все разрешения. При этом у него есть поддержка 4К от 24 Гц до 60 Гц, что поддержит не каждая приставка. А также у него есть поддержка 4К и 2К SMPTE. А это значит, что это поддержка Full 4К. А это разрешение 3840 на 2160. Не 3000 с мелочью. Не приблизительно 3840. А 3840 на 2160. Данный режим реализован не во всех приставках. Сейчас я его переключу именно на такой режим. Раздел Color, Space and Deep Color Settings. Это управление цветовыми профилями. И, к сожалению, я здесь не увидел 10 бит, что, в принципе, не дает никаких преимуществ по сравнению с Xiaomi Mi Box 3. Как-то так. Есть управление позицией экрана. Есть HDR-to-SDR. Есть HDR-to-HDR. В этом он ничем не отличается от Xiaomi Mi Box 3. Звук. Звук тоже стандартные настроечки. Есть у нас выбор линейного или RF звука. Насчет аудиовыхода 3.5 хочу отметить, что это не просто аудиовыход, а аудиовыход, совмещенный с оптикой. То есть, фактически здесь SP-DIF оптический с обыкновенным разъемом 3.5 аудио. Также есть шкала DTS. Хранилище. Из коробки нам доступно 5,3 гигабайта. Что, кстати, характерно тоже и для Xiaomi Mi Box 3 на новой прошивке. На новой прошивке Xiaomi Mi Box 3 доступно тоже 5,3 гигабайта. Заходим в обустройстве и мы видим, что он обзывается почему-то не Mi Box S, а Mi Box 4. Хотя это Mi Box S официальная, международная версия. Но, в принципе, такое. Версия 8.1.0. В Mi Box 3 у нас версия 8.0.0. Вот так вот первое существенное различие, которое я нашел. Главный экран. В меню главного экрана есть настройка каналов. Можно включить предпросмотр видео и включить предпрослушивание аудио. Можно упорядочить приложение, упорядочить игр. А вот здесь вот интересно. Поиск в приложениях. Мы можем выбрать, какие приложения следует включать в результаты поиска. И здесь будут только те приложения, которые поддерживают эти самые результаты. Мы выключим сразу Spotify. Выключим Live Channels и выключим Red Bull. Также у нас здесь есть Playback Settings, HDMI Self Adaptation. Он сейчас выключен. Но вот это, мои дорогие зрители, и есть Auto Frame Rate. Но как бы красиво не звучал рассказ об Auto Frame Rate, я вас спешу расстроить. Все равно он не работает. Какой бы вы режим здесь не поставили, он работать так и не будет. Хотя задумка была отличная. Я не понимаю, почему Xiaomi его не допилила. Есть поддержка HDMI CSC. Но для того, чтобы оценить и сравнить ее с Xiaomi Mi Box 3, да и обозрить, что же она может еще больше, нам необходимо ее настроить. Поэтому мы ее настраиваем и возвращаемся. Ну вот мы видим нашу приставочку настроенной, абсолютно настроенной. Но перед тем, как мы перейдем к обзору ее мультимедийных и игровых возможностей, нам необходимо понять, что же все-таки не так с процессором iM Logic S905L. И стоит ли он здесь действительно, либо это просто ошибка Build Prop. Насчет AIDA64 мы видим, что у нас есть Xiaomi Mi Box 4. Это iM Logic. Свободный их сейчас, после... У меня много программ сейчас уже запущено. 722. Это 2 гигабайта и 5.3 из коробочки. Центральный процессор. Написано iM Logic S905 Cortex-A53. Вот что написано у нас в Xiaomi Mi Box 3. Вы можете увидеть это в маленьком экранчике сбоку. Там написано iM Logic S905 без приставки XL. Но вот откуда взялась эта L. Я вам уже объяснял. И как решить L здесь или не L и 1.5 ГГц или не 1.5 мы с вами сейчас поймем. Как мы знаем, различия между процессорами S905L и S905X не только в частоте работы, а еще и в поддержке кодека VP9. У меня есть тестовый файл от LG именно в формате кодека VP9. И если он его проиграет, то значит здесь стоит как минимум S905X. Но правда с частотой тоже остается вопрос. Мы проиграем его специально на стандартном проигрывателе, для того чтобы не было у нас никакой инсцинуации с программными кодеками. Поэтому поехали. Вот пожалуйста, он проигрывает тестовый ролик в VP9 кодеке. И это очень хорошо. Значит здесь уже как минимум не стоит S905L процессор. Кстати, об этом говорит и то, что на YouTube есть поддержка разрешения 4K. Кстати, прекрасно проигрывает. Так что вот эта вот надпись I'm Logic S905 является как минимум ошибка. Ну и чтобы не ходить вокруг да около, предлагаю сразу протестировать YouTube. Давайте найдем 4K ролик. Сразу идем в настройки. Видим, что он автоматом установил 4K. Он его выбрал в автомате. А это значит, что данная приставка поддерживает 4K в YouTube. Что тоже говорит о том, что... Вот видите, мгновенно перемоталось. Что тоже говорит о том, что здесь не стоит I'm Logic S905L. А стоит S905X, как и в Xiaomi Mi Box 3. Вау. В общем, давайте так. Насчет процессора мы успокаиваемся. YouTube работает идеально. 4K вытягивает, как детки в школу. Поэтому мы это все дело опускаем. Все. Тема YouTube. Тема процессора S905L закрыта. И я предлагаю сейчас остановиться на поиске. Многие были обескуражены после обновления на Android TV 8 Xiaomi Mi Box 3. То, что у них не так работал поиск. Они хотели поиск в приложении. Так вот, поиск в приложениях действительно работает на Xiaomi Mi Box 4. Но он работает своеобразно. Он работает из главного меню для всех приложений, которые поддерживают этот самый голосовой поиск. Давайте, например, выберем, ну я не знаю, фильм Аватар. Кстати, голосовой поиск здесь работает просто идеально. В отличие от тех проблем, которые были в Xiaomi Mi Box 3 после обновления, здесь этих проблем нет. Работает как близко к лицу, так и далеко от него. Вообще по-разному. А вот теперь смотрим. Вот у нас есть поиск. Мы нажимаем кнопочку вниз и вываливаемся вот в такую вот строчку. Идем в похожие запросы. Идем здесь его ищем на YouTube. Мы видим, что он здесь вывалился в HD Video Box. Мы видим, что он вывалился в Mi Go Go. Мы видим, что он вывалился из Google Play в играх. И есть еще поддержка Lazy Media Deluxe. Вот, кстати, мы можем зайти на Lazy Media Deluxe сразу. И мы видим, что у нас он есть здесь в четырех источниках. Вот Аватар в HD базе дубляж. Ну, например, здесь он есть в HD качестве. В принципе, можно поискать его в более лучшем качестве. Ну, давайте посмотрим в HD. Вот он пошел воспроизводиться. Но, что такое HD? HD для нас это ничего. Мы должны с вами протестировать по полной. Так что насчет поиска. Здесь тема закрыта. Он работает просто идеально. Перед тем, как мы все-таки перейдем к Lazy Media Deluxe, который мы уже немножечко зацепили. А YouTube уже проверили. Давайте проверим скорость интернета. И сравним ее со скоростью интернета в Xiaomi Mi Box 3. Мы сейчас подключены к 5 Герцовому Wi-Fi. К такому же, к которому был подключен Xiaomi Mi Box 3. А вот разница в интернет здесь просто разительна. Тот же сервер, та же линия, тот же роутер. Скорость закачки 182 Мбит. А скорость выгрузки 191 Мбит. И это на порядок. Лучше, чем у Xiaomi Mi Box 3. Тест Xiaomi Mi Box 3 вы можете видеть в маленьком экране. А вот теперь 2,4 ГГц на Xiaomi Mi Box S. Тест 2,4 показал, что 2,4 ГГц Wi-Fi имеет такие же результаты, как в Xiaomi Mi Box 3. Так что большой разницы здесь нет. С сетью у нас все стало понятно. Давайте проверять возможности просмотра видео, торрент и смотреть IPTV. Раз мы уже зацепили Лейзи Мерия Делюкс, то я предлагаю начать с его обзора. И мы обозреваем про версию, обязательно про версию. Идем и пробуем проиграть 4К фильм онлайн. Давайте начнем с того, что мы уже смотрели с вами. Это Serenity. Миссия Serenity. Выбираем 4К фильм. Тут тоже сюрпризов не должно быть, потому что скорость Wi-Fi ошеломительная. Все проигрывает идеально. Все идеально проматывает. Никаких затыков, запинок. Все отлично. Ну, конечно, Xiaomi Mi Box всегда отличался хорошей оптимизацией для просмотра именно онлайн видеоконтента. Класс. Все тут работает. Давайте попробуем, как работает торрент онлайн. Вот, 7-гиговый Blu-ray Descript Full HD. Давайте попробуем его посмотреть через Aestream Media. Пошла прибуферизация. Очень быстро набирает скорость. Это благодаря хорошему модулю Wi-Fi. И, само собой, он заработал. И никаких проблем это не вызвало. Мы сейчас смотрим торрент файл онлайн. Вот так вот, торрент видео онлайн. Давайте перемотаем на серединку. Конечно, прибуферизация серединки займет некоторое время, но это все возможно. Да, это переключило. Так что и с просмотром торрент фильма в онлайн абсолютно нет никаких проблем. Кстати, ссылочку на скачивание Lazy Meded Deluxe вы можете увидеть в описании под видео. Кстати, его можно использовать в качестве лончера, потому что здесь есть все приложения, которые есть у вас в приставке. Супер, давайте идем дальше, не задерживаемся. Кинотор. Кинотор это одна из программ онлайн кинотеатров, разработку которых поддерживает наш канал. И работает он тоже крайне неплохо с различными источниками. Ну и давайте что-нибудь посмотрим. Например, какой-нибудь фильм в качестве Blu-ray. Вот есть фильм в Blu-ray. Ну, само собой, у Кинотора, как и у Lazy Media Deluxe, нет проблем с воспроизведением такого рода контента. Хотя сам источник немножечко обманул насчет качества Blu-ray. Я так понимаю, это такая пираточка, замаскированная под Blu-ray. Но тут уже не Кинотор виноват, а виноват сам по себе источник, который предоставляет видеоконтент. А перейдем к более интересным моментам, типа IP-телевидения. А вот IP-телевидение мы будем просматривать с помощью Halva TV Player Plus. Это золотой стандарт просмотра IP-телевидения на текущий момент для смарт-тв-боксов. Который может работать как лаунчер, потому что содержит раздел приложения, который можно запускать. Эти все приложения установлены у вас в приставке. При этом он имеет формат Leanback, как на Xiaomi Mi Box. И очень-очень сильно похож. Также появилось в Halva TV Player вот такой вот раздел полезные приложения. И это все классно работает. Но меня волнует работа именно HD-каналов. Поэтому мы идем в раздел HD. Переходим, видим, что у нас есть поддержка IPG. Вот сразу у нас появляется расписание, программа передач. И есть у нас даже вот такой вот прикол, как архивы. Давайте попробуем сразу посмотреть архивы, а потом уже будем смотреть HD-каналы. А вот, пожалуйста, все запустилось мгновенно и без проблем. В общем, HD-каналы работают просто идеально. Мы переключаемся вообще без каких-либо проблем. Никаких задержек, никаких вопросов здесь не бывает. Потому что Halva TV Player работает просто идеально на Xiaomi Mi Box S. Вот, пожалуйста, Netgeo Wild HD. Обожаю такие программы про животных. Блин, и показывают просто отлично. Если мы зайдем в Google Play, мы сразу увидим, что здесь есть только те приложения, которые оптимизированы под телевизор или же под Smart TV Box. Здесь их огромное количество. Есть и игры. И если в поиске поиграться, там вообще можно найти огромное количество игр и всего остального. Я загрузил специально для проверки игровых возможностей всего лишь парочку игр. Я вам их сейчас покажу. Но вы должны понимать, что Xiaomi Mi Box S это не смартфон. Сюда можно установить левые какие-то приложения из Google Play, из обыкновенного Google Play, например, через тот же Optoid, который у меня установлен. Но мы должны понимать, что в Google Play есть только те приложения, которые оптимизированы именно под Smart TV. Для оценки производительности, игровой производительности, буду использовать 3DMark и тест iStorm Extreme. Такой же тест мы проведем для Xiaomi Mi Box 3. А вот в iStorm Extreme он показал результаты немного меньше. Практически чуть больше, чем на 300 баллов меньше. Это значит, что здесь все-таки стоит 1.5 процессор, но далеко не S905L. А вот в Xiaomi Mi Box 3 стоит 2 Гц процессор S905X. Но даже несмотря на эти результаты, могу вам сказать, что поиграть на этой приставке можно. И я вам сейчас это покажу. Для тестов я выбрал всего лишь 3 игры. Потяжелее Dead Effect 2, Real Racing и Beach Buggy Racing. А вот для тестирования игр мы будем использовать геймпад ipega 9089. Обзор на который вы можете увидеть на нашем канале. И вот он Real Racing 3. И работает он просто идеально. Я вам честно скажу, производительности данной приставки хватает абсолютно для всех игр, которые есть в плей-маркете для Xiaomi Mi Box и оптимизированы для смарт-TV боксов. И, конечно, вы можете установить дополнительные игры из Аптоид, либо через флешку. И это все будет прекрасно работать. Кстати, у нас на канале есть видео об играх для Xiaomi Mi Box 3 и Mi Box 4. И они сюда подходят. А там есть такие игры, как GTA San Andreas. Ну, чудес, China Town. И все это можно получить абсолютно бесплатно. Так что ищем видео, загружаем, играем. Работает это просто идеально. Особенно с таким геймпадом ipega. И вот он, Dead Effect 2. Вот такая вот игрушка. Кстати, одна из моих любимых. И здесь она работает просто замечательно. На Mi Box S. Так что поиграть здесь можно будет в такие игры. Вы знаете, достаточно мягенько играет. То есть здесь очень высокий показатель FPS. Я, конечно, не могу его здесь замерить. Но она абсолютно не тормозит. То есть нет никаких лагов, провисаний. Блин, работает отлично. Вот даже заходя в туман, мы видим, что нет ни фрезов. Ааа, красота какая. Давай. Класс. Есть. То есть мы видим, что нет никаких фрезов. Вообще ничего. Очень мягенько отрабатывает. При этом, я вам скажу, она не сильно греется. В ней нет супер нагрева. Она не троттлит, но она не троттлит не потому, что она не может троттлить, а потому, что в ней тупо нет даже датчика тепла. Здесь просто убрали такую возможность троттлить процессор. Он просто греется. Здесь сделали хорошую медную пластину. Но как-то так. Мы, блин, постреляем всех этих зомби. И будем переходить еще к одной игре. Совсем мелкой. Но я ее обожаю. В общем, все класс. Класс. При условии того, что вы будете использовать качественный джойстик. Достаточно отзывчивый, вернее, геймпад. У вас проблем с играми здесь не будет возникать. А поиграть вы сможете и в Dead Trigger 2, и в кучу различных игр, которые оптимизированы хорошо для этого смарт-TV-бокса. Боже мой, кто это? Я его чуть не убил. Ну, короче, заснул пацан. А я предлагаю идти дальше, и не останавливаться на этой игре. И не тратить на это время. Какая собачка вкусная. Давай ее пристрелим. Все уже, что ли, да? Ну, как-то так. Очень быстренько. Да! Ну и напоследок Beach Buggy Racing. Работает тоже все отлично. И мы понимаем, что такую приставку Xiaomi Mi Box S вы можете купить для своих детей. Вы можете на ней поиграть. Вы можете на ней смотреть телевидение. Я, в принципе, уже сложил мнение об этой приставке. Поэтому я предлагаю просто взять и пройти прорезюмировать это видео и данный девайс. Mi Box S достойный преемник Xiaomi Mi Box 3. Стильный, мощный, функциональный. Что еще сказать об этом устройстве? Я считаю, что Xiaomi Mi Box 3 уже, к сожалению, покупать не стоит. Одно то, что это устройство теперь будет получать абсолютно все обновления в ближайшие два года, говорит о том, что стоит покупать именно этот девайс. Xiaomi Mi Box 3 будет существовать еще некоторое время и беспроблемно работать. Но я бы уже не советовал смотреть в сторону старых девайсов, а наконец-то переходить на нечто новое. Конечно, многих из вас, возможно, разочаровало то, что здесь не реализовали каких-то супер инноваций именно на уровне Smart TV Box. Ну а с другой стороны, он выполняет абсолютно все, для чего он был создан. На нем можно смотреть IP телевидение, на нем можно смотреть торрент стрим телевидения, на нем можно смотреть YouTube 4K. Да на нем можно все смотреть. А еще на нем можно вот так вот поиграть. Так что резюме всей команды Технозон, то что Xiaomi Mi Box S вот такое вот устройство. Но только в том случае, если вы решили первично покупать Xiaomi Mi Box. Необходимости замены Xiaomi Mi Box 3 на Xiaomi Mi Box S нет. У них абсолютно схожий функционал. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.